Доброе утро, уважаемые коллеги! Поэтому свой доклад я тоже хочу посвятить памяти своего учителя. Что касается оказания помощи пациентам с лимфомами, в первую очередь хотел бы остановиться на эпидемиологических проблемах, которые очевидно показывают те сложности, которые существуют в Российской Федерации с лечением этой сложной группы пациентов. Но вот так вы видите, по статистическим данным, из 3 тысячи впервые диагностированных случаев злокачественных новообразований лимфатической кровотворной ткани в Российской Федерации умирает порядка 16 тысяч пациентов. То есть соотношение заболевших и умерших является 2 к 1. В странах Северной Америки, в частности в Соединенных Штатах и в странах Западной Европы, в Германии, несмотря на то, что эти данные отражают 2016-2012 год, вы видите, что ситуация, если не диаметрально противоположная, то значительно лучше. Соотношение заболевших и умерших составляет 3 к 1 и практически 2,5 к 1. Что касается злокачественных лимфом в нашей стране, в Российской Федерации в 2019 году 3200 новых случаев лимфомы Ходжкина и более 10 тысяч случаев впервые диагностированных злокачественных неходжкинских лимфом. Мы все ученики Бориса Владимировича, он действительно сделал невероятный вклад в развитие отечественной, но и в целом в мировой гематологии, поэтому мы часто будем ссылаться на те или иные его фундаментальные работы, в частности, одна из последних статей, где отражены основные этапы развития в лечении онкогематологических заболеваний. Мы видим от имевшей в начале 50-60-е годы практически палиативной монохимиотерапии до современной таргетной терапии, всех видов трансплантации костного мозга, включая гаплоидентичные современные иммуно-онкологические препараты. Но, опять же, можно сказать, что на сегодняшний день мы добились некого плато в результатах лечения этой группы пациентов, поэтому требуются следующие шаги. И очевидно, что это будет не только поиск новых мишеней, новых противоопухолевых препаратов и новых иммуноадаптивных технологий, но и в целом потребуется оптимизация гематологической службы, которая, несмотря на то, что сейчас имеется достаточный доступ к информационным, научным и клиническим ресурсам, все равно требует постоянной модернизации и контроля. Ключевыми этапами оказания помощи являются все те же – это диагностика, выбор терапии первой линии, терапия азистентных и айцидивирующих форм. Каждый из этих этапов имеет свои задачи – это верификация диагноза, определение прогностических факторов и выявление мишеней для таргетной терапии. Терапия первой линии – это использование в первую очередь айскоадаптивных стратегий лечения и кооперативные программы «Популяционные гистеры». Ну а азистентные формы – это трансплантация костного мозга, безусловно, на первом месте. Ну и все более и более актуальная – таргетная и иммунотерапия. Что касается диагностики, здесь все достаточно просто. Это морфология, гистохимия, иммунофенотипируя, анализ хромосомных изменений и молекулярно-генетические исследования. В повседневной своей практике мы сталкиваемся, к сожалению, из года в год с одними и теми же ошибками, которые значимо затрудняют современное оказание медицинской помощи. В первую очередь, это выполнение абортивных, лабораторных, иммунистральных и инструментальных исследований, и выполнение исследований, имеющих ограниченную диагностическую значимость, но в целом удлиняющих время обследования пациентов. Ключевым этапом также является постоянно наблюдаемое небрежное отношение к гистологическому диагнозу. Это некачественный забор материала для гистологического исследования, многократные биопсии, часто неинформативные, и, несмотря на это, упорный отказ от проведения эксцезионных биопсий. Этот слайд достаточно очевидно подтверждает эффективность эксцезионных против аспирационных и тайпанобиопсий, которые имеют огромное количество недостатков. Это и малая информативность, и необходимость повторных исследований. Это приводит к увеличению времени первичного обследования, невозможности проведения всего перечня необходимых для постановки диагноза лабораторных исследований, а, самое главное, невозможность при необходимости проведения этой респективной оценки. Поэтому много лет назад уже устоявшийся тезис, что только эксцезионная биопсия лимфатического узла во всех технически возможных случаях это указано во всех современных руководствах по лечению данной группы заболеваний. Но еще в 2013 году Американское общество гематологов в числе пяти лечебно-диагностических процедур, выполнение которых необходимо прекратить или ограничить, вот на пятое место как раз попали тонкоигольные аспирационные биопсии лимфатических узлов. Иммуногистохимия, безусловно, ключевой этап постановки диагноза, определение нозологической формы, в определенном случае это прогноз, и, безусловно, это обнаружение экспрессии молекуломишения для потенциальной таргетной терапии. Мы прекрасно видим, это, например, выделение типов диффузной Б-клеточной и крупноклеточной лимфомы на основании использования иммуногистохимических алгоритмов, которые позволяют выделить различные гистологические молекулярно-генетические варианты опухоли, имеющие различный прогноз. Цитогенетические исследования абсолютно то же самое, это и диагностические кайты, и мишени, прогноз, но и в данном случае предъявляется интересный этап, это мониторинг минимальной остаточной болезни. Безусловно, ключевые этапы прогностические проведения цитогенетических исследований, это, как пример, исследование мутационного статуса, вы видите результаты лечения пациентов, имеющих ТП-50 и их из отсутствия. Видите, насколько различаются кайвы и выживаемость, общей безоэцидивной. Клинические группы также формируются на основе данных лабораторных и инструментальных исследований. Клинические прогностические группы формируются чаще всего на основании различных международных прогностических индексов. И вот тоже данный слайд подтверждает, как те или иные клинические и лабораторные факторы прогноза влияют на общую безоэцидивную выживаемость пациентов с диффузными баклеченными и крупноклеченными лимфомами. Безусловно, важная веха – это использование риск адаптированных стратегий первой линии терапии, которые позволяют как проводить деэскалиционную терапию, так и, наоборот, эскалиционную терапию. В чем здесь смысл? В достижении максимального эффекта с минимальной токсичностью, но в то же время у прогностически неблагопоятных групп пациентов использование риск адаптированных стратегий лечения в первой линии, в частности, у лимфома Ходжкина, позволяет при достижении полных аэмиссий на ранних этапах лечения проводить так называемую деэскалиционную терапию, то есть переходить на менее интенсивные схемы химиотерапии. Это приводит к снижению токсичности и, безусловно, уменьшению летальности пациентов от осложнений противоопухолевого лечения. Ну и не менее важной составляющей эффективного лечения – это, безусловно, проведение кооперативных исследований. Их, к сожалению, в России не очень много, но вот как пример подобного исследования – это северо-западный протокол по лечению лимфома Ходжкина, который основывается на лечении с учетом современных прогностических факторов, использовании деэскалиционной и эскалиционной терапии, активном использовании трансплантации костного мозга и использовании иммуно-онкологических и иммуноадаптивных препаратов. Следующим этапом является лечение аэзистентных аэцидивирующих форм, которые в нашей стране, учитывая все сложности с первичной диагностикой, с первичным лечением, составляют достаточно большой процент случаев, и поэтому вполне возможно, что таких пациентов у нас неким образом больше, чем в странах Северной Америки и Западной Европы. Мы поделимся собственным опытом, поэтому, несмотря на то, что лекция посвящена вопросам организации оказания медицинской помощи при лимфомах, мы поделимся этим опытом на основании нашего центра. Это центр, созданный в 2013 году в Институте онкологии имени Петрова, в Европейском регисте трансплантационных центров, он носит номер 845, поэтому вот некие наши данные. Мы выполнили за последние, с 2013 по 2020 год, 646 трансплантаций костного мозга, мы выполнили все виды трансплантации, аутологичные, аллогенные. Вот такова структура трансплантации, что подавляющее количество пациентов, это классические, это 30%, это множественное. Безусловное преимущество аутологичных над аллогенными, потому что аллогенные стали возможны только с 2017 года при создании современного блока интенсивной терапии, оснащённого палатами с гепофильтрами. Ну вот структура по назеологическим формам распределилась классически. Большая часть это множественная мелома, лимфома Ходжкина и агрессивные лимфомы, преимущественно диффузные, баклеченные, крупноклеченные лимфомы, потому что именно они являются основными показаниями для трансплантации костного мозга. В последние годы мы стали выполнять трансплантации костного мозга не только взрослым, но и детям. Вот здесь видна структура, что подавляющее большинство у взрослых аута аллогенных всего 38, а у детей почти, видите, один к двум аллогенные аллогичные. Ну структура у взрослых примерно такая же, как и во всём меи, аута, меелома, лимфомы, а алла — это в основном острые лейкозы. Такая же структура фактически у детей, да, она классическая. Большая часть пациентов — это нейроволостомы при аутотрансплантации, иные солидные опухоли, достаточно небольшой процент лимфомы Ходжкина, а аллогенные трансплантации — это действительно преимущественно острые лейкозы, милоидные и лимфоидные. Ну что касается злокачественных лимфом, то в клинике выполнено 378 трансплантаций костного мозга при злокачественных лимфомах. В средний возраст пациентов составил 38 лет, медиана выживаемости — 735 дней. Ну структура такая же. Лимфомы Ходжкина — 43% на первом месте по показаниям, диффузная крупноклеточная — 25%, медиастинальная — 11% и дальше по убывающей, вплоть до спорадических случаев. Мы попытались провести анализ организационных аспектов оказания медицинской помощи пациентам с айцидивирующими и айфрактерными лимфомами. Целью работы было оптимизировать оказание медицинской помощи. Исследование носит характер айтроспективного, ну и в том числе перспективного. 378 пациентов, включенных в исследование, получали помощь в отделении трансплантации костного мозга и Национального центра имени Петрова в период с 2013 по 2020 год. Подход терапевтический, мы постарались воспроизвести классический. На первом этапе это айцидивная терапия, собственно, противоопухолевая терапия айцидива. Дальнейшее — это получение трансплантата, кондиционирование и инфузия аутологичных стволовых клеток из разных источников. Мы ориентировались на ключевой факт преемственности. Проведение второй линии в центре, которая может выполнить трансплантацию костного мозга, это непременные условия, и эффективная организация маршрутизации больных. Ну, показания, они всем известны, с вашего позволения, я не буду на них останавливаться. Вот как выглядят наши результаты, собственно, лечения айцидива и айзистентности. Ну, вот видите, так распределились больные по количеству. 38 лет среднего медиана возраста, 735 дней период наблюдения. 322 пациента, собственно, получили в айцидиве, и 57 пациентов получили ауто-ТКМ на ранних этапах создания нашего центра, как консолидация первой эмиссии. Но эти показания там все более и более носят спорный характер. Опять же, преимущественно лимфома, хвоточкинодиффузно-крупноклеточная лимфома. Ключевым этапом первого этапа цитоэдуктивной терапии – это выбор режима противоопухолевого лечения. Но в данном случае нет стандарта. Наиболее популярны в Российской Федерации, как и во всем мире, это платин, содержащие режимы – это ТХАП, АЙС и ГДП. Результаты их абсолютно сопоставимы. От ДЕКСа, БИМа и МИНИМИМа за счет их летальности, связанных с лечением, и наличие препаратов, негативно влияющих на полгемопоэтических стволовых клеток, в настоящее время решено воздержаться. У нас 72% получили режимы противопухолевых химиотерапии ТХАП. Были и другие режимы. Но, видите, результаты их примерно сопоставимы. Следующим этапом является получение гемопоэтических стволовых клеток. Этому посвящено много работ, в том числе и работа, выполняемая в клинике трансплантации костного мозга Института детской гематологии. Факторы плохой мобилизации, мы видим, а получение гемопоэтических стволовых клеток – это ключевой этап трансплантации. Без получения адекватного поклеточности трансплантата невозможно проведение операции. Негативные факторы – это возраст, большое количество линий химиотерапии, препараты флюдоробина, миофалана и линолинамида, низкое количество клеток CD34+, перед эфирезом и низкое количество тромбоцитов. В нашем исследовании, мы ещё в 2009 году опубликовали эти данные. Статистически достоверно это, безусловно, больше шести курсов химиотерапии и выбор режима заготовки гемопоэтических стволовых клеток. Пациентов, получивших комбинированную мобилизацию с использованием GKSF и химиотерапии, эти результаты оказались лучше. У нас в клинике мы так же и делаем. Заготовку гемопоэтических стволовых клеток с учётом принципа преемственности мы проводим после проведения первого курса противоопухолевой терапии. И вот видите результаты, что при таком терапевтическом подходе эффективность мобилизации достаточно высока, и она эффективна в более чем в 95% случаев. Что касается выбора режима терохимиотерапии для аутологичной трансплантации костного мозга, то это BIM, это золотой стандарт. Это было показано целым рядом международных исследований ещё в начале 2000-х и в конце 90-х годов. Поэтому, поскольку режим классический, в 100% случаев мы выполняем его. Динамика результатов во всём мире примерно одинакова. Она выходит на какое-то плато с течением времени и, к сожалению, тоже, наверное, достигла какого-то своего конечного терапевтического пика. Но что касается у нас, эти результаты тоже достаточно сопоставимы. У 320 пациентов, которым была проведена противоопухолевая терапия, вы видите, и общая выживаемость достаточно высокая при соблюдении всех принципов противоопухолевой терапии, и выживаемость без прогрессирования тоже достаточно высокая и сопоставима с международными данными. Это же касается и времени до прогрессирования и трансплантационной летальности. При лимфоме Ходжкина она составила 2,2%, при неходжкинских лимфомах 4,5%. Какие факторы влияют на сегодняшний день на исход трансплантации? Потому что, безусловно, есть пациенты, выполнение трансплантации которым неким образом дискредитирует этот метод. В первую очередь, это наличие химиочувствительности. Это ключевой фактор, определяющий исход трансплантации костного мозга. И вот вы видите, в нашей группе пациенты, достигшие полной эмиссии на этапе до проведения курса собственной высокодозной химиотерапии, их выживаемость общая и безоэцидивная, значительно отличается от той группы, где была достигнута лишь стабилизация и частичная эмиссия. Но на сегодняшний день в наших руках есть такой эффективный метод оценки остаточной болезни как позитронно-эмиссионная томография. И вот статус на момент выполнения трансплантации костного мозга тоже является ключевым фактором. И наш коллега из 31 больницы, Сергей Геннадьевич Потапенко, в своих работах показал, что ПЭТ-негативный статус значительно улучшает результаты высокодозной химиотерапии. Наши исследования тоже полностью подтверждают этот тезис. У пациентов, у которых не было активности на момент проведения курса БИАМ, результаты общей и безоэцидивной выживаемости значительно отличаются от тех, у кого этого статуса добиться не удалось. Здесь еще ключевой этап, фактор прогноза – это интенсивный тайминг второй линии противоопухолевой химиотерапии. Это те сроки, в которые можно провести курс БИМ. Безусловно, идеальный вариант. Мы проводили анализ этих данных. Если вся химиотерапия второй линии, включая циторедукцию, заготовку гемопоэтических стволовых клеток и БИМ, проходит в течение 9-12 недель от момента констатации айцидива. Если эти сроки увеличиваются, то и ухудшаются долговременные результаты. Поддерживающая терапия проводить, не проводить. При лимфоме Ходжкина, в частности, исследование ТЕРА было. Бентуксимаб-Видатин достоверно увеличило результаты 5-летней безоэцидивной выживаемости в сравнении с плацебой у пациентов из группы высокого риска айцидива лимфомы Ходжкина. Но есть такая недостаточно неблагополучная группа пациентов, которые айцидивировали после аутологичной трансплантации костного мозга, и что делать с ними до последнего времени было не совсем понятно, потому что, к сожалению, большая часть этербальных попадала в раздел палеотивной химиотерапии и погибала. На помощь нам пришли новые препараты, которые появились буквально в последние 7-8 лет. Для лимфомы Ходжкина один из них – это Бентуксимаб-Видатин, который значимо улучшил результаты лечения пациентов, которые айцидивили после аутологичной трансплантации костного мозга. В последнее время новое поколение препаратов – это ингибиторы контрольных точек, это Ниволумаб и Пембролизумаб, которые тоже, если не произвели эволюцию, то все-таки дали какую-то надежду на увеличение безаэцидивной выживаемости и на возможность повторного лечения у пациентов, которые айцидивировали после аутологичной трансплантации костного мозга. Эти исследования сейчас активно публикуются, это исследование рандомизировано, и вот сравнивающие, в частности, Бентуксимаб и Пембролизумаб у пациентов, которые, к сожалению, не утратили ответ после высокодозной химиотерапии. Ну вот мы видим в сравнении с предшествующими годами, когда у нас в арсенале была только фактически палеотивная противоопухолевая химиотерапия, вклад новых препаратов, безусловно, очень велик. У нас в институте примерно такая же история. Пациенты, айцидивирующие после аутологичной трансплантации костного мозга, в зависимости от диагноза, попадали в три терапевтические опыта. Это либо энтуксимаб, если лимфома Ходжкина, не Велумаб, есть та же лимфома Ходжкина и иные агрессивные лимфомы, и при отсутствии возможности проведения указанной терапии, это и челетипирование, и поиск донора. Постоянно идёт поиск новых всё равно молекул и новых мишеней, поскольку результаты, поймя диффузные крупноклеточные лимфомы, видно, что, несмотря на возможность повсеместного использования высокодозной химиотерапии с трансплантацией костного мозга, каких-то значительных результатов улучшения и выживаемости достигнуто не было. Ну вот, появляются новые молекулы, которые находятся сейчас и в клинических исследованиях, и вот в Российской Федерации после одобрения FDA появляются в программах расширенного доступа. Активно обсуждается место карты клеточной терапии, которая показала свою безусловную эффективность при остром лимфобластном лейкозе в практически фатальных случаях. Но вот на сегодняшний момент результаты использования карты клеточных препаратов, а это кемрая из карты у больных с диффузной крупноклеточной лимфомой, имеющих резистентное течение, вы видите, показали безусловное свое преимущество на стандартной химиотерапии. Но все равно, несмотря на наличие у пациентов химиорезистентного течения, возможность проведения ауто-ТКМ, постоянно происходит поиск новой мишени и отработки новых иммуносупрессивных технологий. Мы видим, что имеет место и выполнение аллогенных трансплантаций костного мозга у этих групп пациентов основными показаниями. Мы видим, во-первых, количество их, безусловно, в Европе возрастает из года в год. Это связано с появлением новых антибактериальных препаратов, антимикотических технологий, заготовки гемопоэтических стволовых клеток, ну и в том числе возможности использования все большего количества потенциальных доноров. Ну вот Людмила Степановна в своем докладе сказала, что существуют позитивные тенденции в Российской Федерации, помимо открытия новых трансплантационных центров создан регистр, ну как бы сеть российских регистров, из которых уже выполнено достаточно большое количество трансплантаций костного мозга. Мы у себя в институте тоже выполняем аллогенные трансплантации костного мозга, выполнено уже более 20. Поэтому, если говорить о путях улучшения, результатов лечения, в которых мы, безусловно, нуждаемся, это современная диагностика, это рациональные подходы в лечении и появление все большего количества перспективных кооперативных программ. Это очень важная адекватная маршрутизация пациентов. Новые медицинские технологии, безусловно, имеются определенные сложности, юридические и правовые, но без новых технологий не будет порыва. И самое главное, это своевременное выполнение аллогенных трансплантаций костного мозга при наличии показаний к использованию этого метода лечения. Ну, хотел бы поблагодарить, в первую очередь, своих руководителей Алексея Михайловича Беляева и Бориса Афанасьева, ну и команду Института онкологии за проделанную работу, помощь в подготовке доклада и за прекрасные результаты лечения наших пациентов. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok